Несколько лет назад мы знаем, что у ДКП есть, по сути говоря, три субрегиона. Это Центральная Азия, это Кавказ, Россия и Армения, и это Восточноевропейские, Россия и Беларусь. И несколько лет назад прозвучало так достаточно интересное заявление президента Беларуси о том, что Беларусь не будет посылать своих солдат в Центральную Азию. И это выглядело таким скандальным, поскольку все-таки Беларусь, члену ДКП, насколько изменилась ситуация. Критики о ДКП часто ставят вину организации в том, что как раз есть три субрегиона, и на самом-то деле это двусторонние отношения России с этими странами, но ни о какой связности внутри речи быть не может. И вот Центральная Азия, скажем, регион, субрегион, он очень сильно по целям и задачам отличается от, скажем, назовем в Восточноевропейский регион, коллективной безопасности. Да, тем более там, например, Россия и Беларусь, там очень важную роль и в их риторике, и в их непосредственной деятельности, да, идет, например, ну, скажем, вот эта полемика с НАТО. В Центральной Азии такого нет. Здесь, наоборот, НАТО иногда часто воспринимается как партнер по афганским делам, да, по противодействию вот этих угроз с Афганистана. Вот как вы на эту критику, как вы к ней относитесь? — Единая монолитная организация УДКБ или же все-таки речь идет о все-таки таких локальных интересах? — Безусловно, локальные интересы, допустим, белорусского руководства, они просматриваются. Глава Беларуси неоднократно критически выступал в отношении различных инициатив, блокировал подписание каких-либо документов, в том числе и коллективных сил оперативного реагирования, вернее, развертывания, которые созданы в рамках УДКБ. Длительное время он откладывал подписание этого документа, а все это было связано с так называемыми молочными войнами между Россией и Белоруссией, когда молочную продукцию не пропускал Роспотребнадзор в связи с тем, что были выявлены нарушения. И в этой связи, несмотря ни на что, Беларусь продолжает участвовать в деятельности УДКБ. Но заявление президента о том, что он не пошлет своих военнослужащих в Центральную Азию, в принципе, видимо, и нет такой необходимости.